Учебный день в одной из ангарских школ накануне днём не предвещал беды. Внезапно на уроке восьмикласснику стало плохо. Сырвоты парня увезли на карете скорой помощи. Предположительная причина – никотиновое отравление. Через два часа с его родителями уже беседовали сотрудники полиции. Подключили специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Проживательный табак, снюс, в КДН знают. Однако случаев отравления или интоксикации специалисты не припомнят. Ещё не установлено, чем он у нас отравился. Поэтому идёт ещё проверка полиции. Дальше будем знать об этом несовершеннолетнем. Ну вот в течение девяти месяцев в комиссию у нас материалы такие не поступали. То есть мы детей за употребление снюса не рассматривали. Первыми забили тревогу общественники. Так активисты фонда «Город без наркотиков» обошли десятки школ с беседами о вреде снюса. В одной порции такого вещества никотина содержится столько же, сколько в целой пачке крепких сигарет. Не сложно догадаться, какой эффект будет при употреблении хотя бы пары пакетиков. Дети чувствуют приятное головокружение и даже прилив сил. Однако зависимость развивается очень быстро. Если мы вспомним 2009 год, 10 лет назад, когда в страну зашли спайсы, и когда ими первое время торговали во всех табачных киосках абсолютно легально, и они не были запрещены, сейчас абсолютно то же самое происходит со снюсом. Всё повторяется. И методы те же. Снюс стал модным. И очень много, видно, ресурсов тратится на то, чтобы сделать это модным. Есть группы, где куча мемов, приколов, картинок. Это прямо формируется культура потребления, формируется мода на снюс. Снюс сейчас у школьников в моде. Коварство этого продукта и в том, что действующий закон, ограничивающий продажу табака несовершеннолетним, на снюс не распространяется. Фактически табака в нём не содержится. Производители используют другое сырьё и тем самым обходят закон. Разумеется, некоторые торговцы табачными изделиями отказываются продавать снюс детям просто в избежание скандала. Однако же достать пакетик никотина для ребёнка всё же не так сложно. Но худой конец его можно купить поштучно у старших товарищей. Ну да, половина школы этим занимается. Кидают пакетики и получают то же самое, что от курения. Я считаю, во всех временах было такое. И никуда не делось, просто перешло новое поколение и всё. Мне кажется, учителя настолько уже не влечены в это дело новое, что они не замечают. Думаю, что это таблетка какая-то, там витаминка типа того. Но никак не никотин. Не замечают зачастую родители. Однако поймать ребёнка за употреблением снюса не так сложно. Достаточно сдать никотиновый тест. Приобрести такой можно в аптеке. А ещё проще попросить своё чадо задрать верхнюю и нижнюю губу. При частом употреблении снюса на слизи остаётся тёмный след. Ну и самое главное – побеседовать с ребёнком и выразумить. В противном случае никотиновые отравления среди школьников могут участиться. Елена Мильвит, Александр Бычков, Владимир Сильванов. Местное время.